ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Во всём том, что вы делаете, есть какая-то подчёркнутость, какая-то форма необычайная, яркость какая-то удивительная. Откуда это? ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Ваше замечательное участие в одном телевизионном фильме под руководством Марка Анатольевича Захарова, где вы головой выбиваете стекло, 12 стульев. Это, наверное, сохранило огромные воспоминания об этом. Нет, ну просто после этого эпизода я узнала, что такое популярность. То есть получается так, что нужно разбить стекло и после этого... Да, если до этого просто оглядывали себя, артистка, артистка, идёт артистка, то после этого эпизода начали говорить, что вот пошла артистка Полищук. То есть стали узнавать... Лёг, вы серьёзно? Серьёзно, после этого эпизода. То есть нужно было сделать вот это для того, чтобы... Да, ну на самом деле это было не так весело. Было 14 дублей, где... Грустно это. Где раз в пять меня стукнули об пол, а потом уже догадались подстелить матрас, подушки и... ну и так далее. Вообще это было больно. А не было обидно, что вот только после этого эпизода вдруг стали говорить... Смотрите, эта актриса... Боже, чем памятна? Тем, что она выбивала своей головой стекло или телом, когда... Главное, если будем на всё обижаться, то знаете, не хватит ни сердца, ни души, ни головы. Чего там обижаться? А что было до этого? Много лет... Я вернусь вот к тому, что я говорил. Нет, не так много. Нет, но много лет на эстраде. Да, нет. Вообще работы на сцене было много. Я работала в качестве артистки синтетического жанра, если можно так назвать, жанр, когда артистки на эстраде, в коллективе Амичи на эстраде, в спектакле «Конёк-Горбунок», Ершова, но переделанные на современные какие-то мотивы... С намёками, как-то говорили, с намёками. Да. То мне приходилось и... Ну, я не знаю, только что по проволоке не ходила. А так, в общем, и пела, и танцевала. В общем, тот же мюзикл, только менее. Это было в Омской филармонии. А почему Омск, почему Амичи на эстраде? Ну, потому что я сама из Омска. Как-то вся Москва состоит из... Ну, не вся. А вы вспоминаете Омск? Вы иногда бываете там или там уже ни родных, ни знакомых? Нет, у меня как раз все там. Что они говорят, когда видят вас? Ты или Слава Омска? Да какая там Слава Омска? Я вам скажу, что родители очень долго относились к моей профессии... Как к шутке. Ну, мягко говоря, да. Потому что отец, ну, совсем недавно, несколько лет назад сказал... Люк, ну, еще лет пять подергайся, а профессии-то нет. Сказал он озабоченно, глядя мне в глаза. Подергайся пять лет. Подергайся, а профессии-то нет. Были работы на эстраде. И постепенно, постепенно вы ощущали себя яркой, не вкладывающейся, наверное, ну, в какой-то такой обычный театр. Почему вдруг вы ушли с эстрады? Вот этот шаг. Как эстрада теряет людей? О, мой Бог! Дело в том, что я в свое время приготовила большую программу на произведение, я не оговорилась, на произведение Михаила Жванецкого, который я любила, люблю и буду всегда любить. И считаю, что это наш... Хороший автор. Чехов, да, у меня хороший вкус. Вот, и я приготовила программу, которая меня... Ну, просто зарубили эту программу на корню. Я в то время работала недолго, совсем недолго в МОЗ-концерте. Мне стало скучно. Вот и все. Мне стало скучно. Да. И я решила? Да. Что? Ну, я решила вообще, я снималась. А когда меня пригласил к себе Михаил Захарович, я решила попробовать, а потом вкинулась. Была работа на эстраде. И вы помните своих коллег? Вы вспоминаете когда-нибудь? Конечно. Я хочу, чтобы сейчас вы услышали голос одного из них, который к вам обратится, и, может быть, вы нам сразу скажете, кто это. Давайте послушаем голос. Дорогая Люба, жутко интересно, узнаешь ты мой голос или нет? Пожалуйста, постарайся, мы же с тобой хорошо знакомы. Это один из очень уважающих вас, замечательных людей, которые долго мне рассказывают. Кто это? На эстраде? На эстраде. Значит, я назову пять фамилий. А, так? Не фамилии, а хотя бы скажи, начало, первую букву имени и... А, первую букву имени, потом посерединке. Не надо, я типа, я прочитаю, сейчас выясню. Значит так, кто это мог говорить? Ну, таким голосом никто не разговаривал из них. Не, ну это Буратино, это понятно, это ускоренная фонограмма. Погоди. Мог говорить Марк Захаров в фильме, которого ты выбивала, чем и прославилась, выбивала стекла. Алексей Петренко. Это мог быть голос Алексея Петренко. Ты сказал, что знакомый с эстрадой. Нет, не с эстрадой, не только с эстрадой. Это просто привет и издалека. Привет издалека, ладно? Значит, Левитин, Михаил, который вот протянул тебе руку и взял тебя в театр. Эрмитаж, Лев Шемелов, это известная конферанция, с которой... Вот я сразу хотела сказать, что это Лев Кашемелов. Подумай еще, я тебе последнюю кандидатуру назову, не обязательно. Вячеслав Тихонов, с которым ты играл в фильме «Любовь с привилегиями» и за это получила приз за лучшую женскую роль. Кто? Говори внимательно. Сейчас, минуточку. Кто? Кто? Кто это говорит? Кто? Ну? Это? I don't know. Я не знаю. I don't know. Ну все, ну, предположи. Быстрее. Нет, ну я сказала предположение. Лев Шемелов. Лев Шемелов, давайте послушаем. Левушка, мы ведь действительно с тобой друзья. Ведь я прошел путь от твоего партнера по сцене до твоего преданнейшего поклонника. Самые прелестные моменты моей творческой жизни, это когда я был с тобой рядом на сцене, хотя и проигрывал при этом нещадно. Любонька, ты из тех женщин, которой суждено всю жизнь быть прекрасной. Лев Шемелов. Спасибо. Он сейчас нас слышит, и поэтому ты можешь обратиться к нему и сказать, что... В любую камеру тебя покажут. Левочка, я тебя очень люблю, очень люблю и буду всегда любить. Дай Бог тебе здоровья. Как-то очень хорошо, да, горько хочется крикнуть. Хорошо, спасибо. А теперь послушай еще одну фразу, которая на тебя обращается. Пожалуйста. А теперь, если ты ко мне так же хорошо относишься, как в те годы, вспомни, что я больше всего любил в твоем исполнении. Ответь, пожалуйста, что он больше всего любил в твоем исполнении. Паузы. Романс он больше всего любил, и поэтому я прошу тебя к роялю. Пожалуйста. Лева, я пою тебе. Очаровательные глазки Очаровали вы меня У вас столько жизни, столько ласки У вас столько страсти огня. С каким восторгом я Встречаю твои прелестные глаза Но что это часто замечаю Они не смотрят на меня Я опущусь на дно морское Я поднимусь под облака Я все отдам тебе земное Лишь только ты люби меня Я претерпела муки ада И до сих пор еще терплю Мне бы ненавидеть Тебя надо я Безумная Безумная Любую Да Любовь полечу Людочка, пожалуйста Спасибо большое Людочка Значит, вот Здесь Ты Как ты ощущала себя в театре, когда только появилась там? Ты Тебя признали или тебе в спину говорили А она с эстрадой Это ведь считается вторым Да, да, да К сожалению Хотя Не правы Не правы Очень долго я ощущала на себе Да и сейчас иногда Ну она же с эстрадой В общем, как бы многое прощается Поэтому На самом деле Я не считаю эстраду искусством второго сорта Есть, как и в театре, есть актеры Выше или ниже категории Но эстрады это искусство Артистизм Полищук не знает возраста, национальности или стиля Вот такие вот красивые слова были сказаны тебе Не знает возраст Ну, о возрасте мы не говорим Мы сразу как бы это оставляем Да, нет, не будем Национальности и стиля То есть все Все стили? Ну нет, я до этого, по-моему, еще не доросла Нет, доросла ты, в общем Как бы это самое Нет, ну есть выражение Высокое и длинное, да? Так вот я пока что длинная Я не высокая Так что все стили, все как там, национальности Нет Хорошо, я могу сделать небольшой эксперимент, если можно, да? Значит, у меня здесь Да, на того У меня здесь есть текст Я написал текст Вот я тебе его даю И просил бы тебя вместе со мной вот его разыграть Если это возможно На, я прочитаю за автора, хорошо А ты попробуешь это сделать Попробуем, дорогие друзья, попробуем это сделать Поддержим Потому что, как бы Значит так Тихо, только не читай Вот не читай, сразу играй, ладно? Так много текста Нет, подожди, спокойно Программу Бумонт Подождите Программу Бумонт смотрят в разных регионах Я уже начал читать Естественно, разные люди имеют разные точки зрения Но по-разному можно думать, естественно, только о гонопольском Что касается сегодняшней гости То тут, независимо от географии Независимо от географии Мнения схожи Вот, например, что думают о тебе на Украине Я должна читать? Да Написано Украинка Ну, Украинка Украинец Образ Украин Пожалуйста Иван Та давай же по стопочке Сальцем, сальцем Та за горчиком Ой, Боже Ой Та не вжалюб Ой Настя Кидай там усе на кухне Полишук на экране Та шо ты ревнуешь Вон на же телевизоре Иван Давай выпьем За наших За наших Иван Краучук Конорчук Корныйчук Полишук Шумейка Выпьем Та споем Хорошо Спасибо Теперь Нет Я все понимаю Друзья Это Я понимаю Первый раз видишь текст Но именно для этого Это и сделано А вот что думает О тебе Твой поклонник Из Прибалтики Из Прибалтики Ну, я не знаю Обидятся люди Я ведь не умею делать акценты А не надо Акцент Просто характер Ван Наталин Привет Привет Ван Наталин Поскольку у нас Независимо То мы Независимо Ни от чего Продолжаем смотреть Из Станкина Потому что Даже Даже Ликер Ван Наталин Или Пламенная речь Бразаускаса Так Не согревает Как Независимые Глаза Это Это по-грузински Нет Как Независимые 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 Глаза Артистки Полишукайте Так Мы Даже Готовы Дать Ей Независимые Независимые Гражданство Если Она Независима Ни от чего Признает По-моему Уже Почуфче Заговорил Дочитай До конца Признает Нашу Независимость Привет Пан Анаталин Вот что Сказал Вот что Сказал О тебе Работай Работай Вот что Сказал О тебе Твой поклонник Из Грузии Из Грузии Ну почему Когда у меня Дочка Родилась Эту артистку На экране Не показывает По-моему Это армянский Акцент Ну дело Это неважно Я бы Я бы Ее именем Дочку Назвал Так Палищук Палищук Ах Разве Это имя А так Послушай Песни бы Звучала Любовь Бахтангом На горах Мишель Но тебя Найти Но тебя Найти Сулику Ну Сулику Но тебя Найти Нелегко Где Ты Моя Палищук Хорошо Хорошо Последнее Сейчас Погодите Время А вот Ваш Почитатель Из Чукотского Национального Округа Я поняла Почему Я Как Чуча Заговорила Ты видела Из Чукотского Национального Поехали Как же Они говорят А я не знаю Как они говорят Реши Как они говорят Тебе надо Выбить головой Стекло Только в образе Чукчи Она там не говорила Она там не говорила Интересно Да Тихо Интересно Какой Национальности Палищука На ноги Посмотри Посмотришь Ничего себе Перенесли Тут Неграмотно Читай Ну я тебе умоляю Время На ноги Посмотришь Французенка На глаза Посмотришь Итальянка Улыбка Американская И все-таки Она Чукча Шибко умная Шибко умная Спасибо Нет Это не надо А теперь послушайте Если есть что Есть что И вот прямо в десятку Вот пишет вам Любочка Скажите Люба Чего ради Вы нанесли Такой урон Эстраде Сюрприз Но по-моему нормальный Замечательный ваш партнер Продолжаем заниматься Театром Альберт Филозов Совершенно легендарный человек Знаете что о вас говорят Мне сказали Значит Такую фразу Люба А вы подтвердите Или опровергните Сказали так Ты не знаешь Ты не представляешь себе Что это за актер Я говорю Что такое Ну нормальный актер Идет бородой Причем тут бородой Ты понимаешь Он так заводится Точно Что-то я давно Уже не заводился Неправда Ну значит Это будет Это будет сегодня Один только вопрос У меня общий Как бы вот На вот эту часть Нашей программы Как вам работается Вместе Вот скажите Ну Олег Как тебе со мной работаешь Олег Попробуй сказать Что плохо Если так Серьез Серьез Абсолютно Поверьте То Как учил Мой друг И учитель Великий Анатолий Васильев Дуэт Это всегда Ну разность какая То есть Диалог Это всегда Разные Непонятно Абсолютно А что так непонятно Абсолютно Когда диалог А когда два Мы совершенно разные То есть Даже вот по росту Вы видите То есть Абсолютно Не похоже Не ну очень срано Получается Если тогда брать Все качества Нашей героини То получается Анти-анти Все Значит не только Анти-рост Но анти-яркость Анти Ну не знаю Как это Анти-блеск Нет А вы знаете Иногда получается Наверное так Я не знаю Как Люба скажет Иногда мы как-то Взаимно друг друга заводим Когда она слишком блестит То я начинаю Ее просто Подсекать намеренно Потому что театр Это ведь не эстрада Все-таки Да Мы сегодня Об этом А когда я начинаю Слишком Значит тускло Она мне начинает Поджигать Заводить Так что это Взаимно Такое А как это делается Во время спектакля Что значит Никак Не сговариваясь Это вообще не делается Она удобная партнерша Для игры Нет Актрисой Нет Нет Неудобная Это замечательно А мы очень Как-то умеем быть удобными И в жизни И на сцене Это уж Она опаздывает Все договариваемся В смысле На спектакль На репетицию Нет Вы опаздываете На спектакль На репетицию Ну в общем Стараюсь приходить Вовремя Не в этом дело Скажите вы о нем Что На какой вопрос Тот же Удобный партнер Или неудобный Я так же отвечу Что нет Но вот у нас С Аликом Есть такая Разница В характере Если Когда У кого-то Из нас Плохое настроение То я Как бы Делаю все Для того Чтобы Сгладить И Чтобы Не дай бог Это помешало На сцене У Алика Это отсутствует Напрочь Он ничего не делает Для того Чтобы улучшить И иногда Это доходит До критической точки И как ни странно Способствует Успеху Спектакля Я просто хочу Вместе С телезрителями С нашими ребятами Поэтами Пригласить вас К микрофону Для того Чтобы вы показали Ваше удивительное Колоратурное пение Отрывок из спектакля Который сейчас Будет представлен А че это ты во фраке На музыку Сергея Никитина И подумали Здравствуйте Что это вы во фраке Смотритесь вы Примило Здесь ведь у нас Ни Париж Ни Вена Костим А вы во фраке Очень признаюсь Боюсь За стену Как бы оно Не сгнило Здесь ведь у нас На баллах Не пляшут Пляшут дожди Во фраке Тоже признаюсь вам Откровенно Смотритесь вы Примило Все же признайтесь Мне Откровенно Что это вы Во фраке Простите за то Что слова бестолковые За дерзость Простите меня Но правы нам Ломовым Вы Чубуковы Роднее чем родная Родня Сердитесь Бронитесь Мне будет оплотом Сознание Что семьи близки Как ваш березняк Загорелым болотом И наши Воловьи Извините меня Но я вас Перебью Ради бога Прошу Не тяните А воловьи А воловьи Лужки Мы за землю Свою Большитки Сочли Извините Ах наши ошибки Времен отголоски Ведь земли Так чудно Близки Полоск Как полоски Как ваши Березки И наши Нет наши Нет наши И наши Воловьи Лужки Да Наши семьи Так близки И наши земли Так близки Так чудно Так принительно Близки Как две Березки Загорелым За болотом На горе И ломовские Кровные Лужки Вот и новость Права Там наши Мужики Пасут Судите Права Так чиж Белушки Да Наши семьи Так близки И наши Земли Так близки Так чудно Так принительно Близки Как две Березки Загорелым За болотом На горе И ломовские Кровные Лужки Да Что вы Права Мелите От нашего Поместья Отхватывать Куски Вы слов Не разумеете Вы права Не имеете Налог На чубуковские На ломовские Кровные Лужки Как все Печально Поместья На крестке Что за Своих Случайно Наши Чубуковские Лужки Да Что вы Права Мелите Права Не имеете От нашего Отхватывать Лужки Как Вы слов Не разумеете Вы права Не имеете На ломове На ломове Лужки Альберт Пожалуйста по пьесе Чехова предложение, музыка Сергея Никитина. И сразу, если можно, пожалуйста, у нас очень мало времени по поводу вашего пения. По поводу дуэта. Нас зависть и томит и гложет, когда поёт Альберт Философ. Пожалуйста, ваша ягажная. Вот, пожалуйста, какой-то древнеримский грек, уверенный, что он, философ, сказал, что лицедейство грех. Но это опроверг философа. Эйнштейн на сцене, в фильмах он спиноза. Зовут Альберт, фамилия Философа. Спасибо большое. Альберт, я хочу вас спросить. Что говорят ваши коллеги, например, когда видят вас в таком, я бы так сказал, смежном жанре? Ну, меня как спросили это, почему? Я тут вспомнил старый анекдот, когда сын английского лорда не разговаривал лет до десяти. И вдруг однажды за обедом он сказал, бульон пересолен. Все к нему кинулись. Почему же ты молчал до сих пор? Он говорит, до сих пор было всё нормально. До сих пор никто не просил меня петь, я и не пел. Подождите, но если так двигаться дальше, а вы не пробовали в балете что-нибудь? Балет какой-нибудь? Почему? Мы с Любой танцуем. Нет, вы не поняли меня. Чистый балетный жанр. То есть без... У нас чистый балетный жанр, только мы поздно начали. Он начал заводиться. Он начал заводиться. Я тут по поводу танцев есть. Давай, я тебе уволен. Когда вы вместе танцевали, мы даже как-то забалдели. Вы захотите станцевать сейчас едва ли? Как это грустно в самом деле. Леночка Демидова пишет. Слушайте, но вы заводитесь вот от этого всего? Да, да. Я думаю, что наступил тот момент, когда просто играть в драматическом спектакле скучно. А вот то, что... О, я себе представляю, как это будет воспринято вашими коллегами, драматическими актёрами и даже вашими друзьями. Мне кажется, это несколько... Нет, нет, всерьёз. Я думаю, они тоже, когда вот наиграешься, то хочется чего-нибудь того, что ты никогда не делал и делать не будешь. А что ещё хочется? Что ещё хочется? Какой бы спектакль вы вдвоём хотели бы сыграть? Я на эту тему не думаю. Да, абсолютно, я тоже никогда не думаю. Это должно свалиться вдруг, как свалилось это случайно. Вообще ничего не надо планировать. Мы так долгое время жили в будущем, а сейчас многие живут в прошлом. А я вот для себя решил жить только настоящим. Я абсолютно согласна. Думаю, что завтра что-то вдруг... Это придёт внезапно, как этот спектакль внезапно родился. У нас же по плану был другой совсем. Да. Должен репетировать. Другими словами, если она всю жизнь мечтала сыграть в нормальном, хорошем мюзикле, и вы и так, я понимаю, тоже? Ну, наверное. Нет, я об этом никогда не думал. Ну, так получилось. Вы музыкальный человек, как я понимаю, до мозга костей, и вы джаз. Вспомним замечательно, вы бэмсы играли, взрослые дочери молодого человека, и там замечательно танцевали. Вы джаз любите? Это всё... Это... Ну, как... Кажется, что я люблю джаз, кажется, это я был совсем, вот когда я был ещё маленьким, как раз по другую сторону баррикад, когда были эти все бои со стилягами. Я этого никогда не знал. Я ходил в штанах, которые были вот такого размера, 32 сантиметра, работал на заводе токарем, и ненавидел стиляг. Подождите, но в спектакле вы лично играете буги-буги, я свидетелец. Я играю, вы тоже будете играть, это очень просто. Был Алексей Козлов, который, значит, показал мне для левой руки. Ну. И вот год я... Только не стучите, здесь микрофон воображает. Год, вот если у вас есть время, каждый день по 20 часов целых годов, делайте вот это. Но правая рука. Подожди, год я так делал. Потом он пришёл, посмотрел, говорит, так, хорошо. Причём он показал мне и записал на магнитофон. Так что из фонограммы. Он показал, что называют, ходильники для правой руки. И вот пум-бапум-бапум-бапум-бапум. Это сочетал левую с правой. Ещё год. Так. Через два года я стал играть. Ну, я играл примерно три типа буги-буги. Их всё их там 20. Послушайте, ну вы можете сейчас это продемонстрировать? Я попрошу, что... Вы можете сейчас подойти к роялю и сыграть? Идите сюда. Я могу... Альберт Филозов. Ну, я... Идите сюда. Ну, я могу играть. Я даже не играл. Не, не играли. Пожалуйста, я вас очень прошу. Альберт Филозов. Левая рука. Пум-бапум-бапум-бапум-бапум-бапум. И правая пум-бапум-бапум. Пожалуйста. Вначале отдельно. Да. Так. Это левая рука. Да, сейчас. Давай. Стоп. Одну секунду. И вот так вот вы играете, да? Теперь вы можете так поиграть вот одну минуту? Один квадрат. Ну, не один квадрат, ну, два квадрата. Я вас остановлю. Нет, вот этот первый, который вы играли, пожалуйста. Стоп! А теперь, а теперь, прошу вас, сядьте. То же самое, тот же Альберт, тот же Филозов, только с оркестром. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!